Сотрудники Дворца культуры в совхозе имени Ленина подготовили ко Дню памяти и скорби мини-спектакль. За 76 лет с начала Великой Отечественной войны сменилось несколько поколений, но мы всё так же чтим память тех, кто отдал свои жизни в боях за Родину. Молодые актёры в своей постановке показали сломанные судьбы выпускников, которым предстояло уйти на фронт. Надеждам и планам на будущую жизнь не суждено было сбыться. А юноши и девушки нашего времени со всей ответственностью подошли к исполнению ролей, пропуская все эмоции и чувства сквозь себя. Готовился я два месяца, чтобы войти в состояние военнопленного, советского военнопленного. Как вести себя, что тебя взяли в плен, ты видишь перед собой врага, ты не хочешь ничего не рассказать, никакие тайны, которые тебя пытают, но ты вы это выдерживаешь. Конечно, да, тяжело войти в это состояние. По жизни-то я весёлый человек. А Юлии Бочарниковой досталась роль знаменитой партизанки Зои Космедемьянской. Я чувствую себя девушкой, которая идёт на такой ответственный шаг за Родину. Я чувствую себя воином. Даже несмотря на то, что я стою в немецкой форме, всё равно я отдаю своё уважение к данному мероприятию «Свеча памяти». Никого из собравшихся мини-спектакль не оставил равнодушным. Четыре года сражений и ужасов войны, унёсшие десятки миллионов жизней, затронули, наверное, каждую семью. И сейчас мы, потомки, отдаём дань уважения погибшим воинам. Среди возложивших цветы к памятнику глава сельского поселения Елена Добренкова. Мы уже традиционно проводим акцию, которая называется «Свеча памяти» в день, когда началась Великая Отечественная война. Акция, которая позволяет нам своими сердцами, неся вот этот кусочек свечи, кусочек огня, показать, что мы помним те страшные годы, показать, что мы помним начало войны, что мы помним весь героизм, который был людьми проявлен в годы войны, и что мы все хотим мира в нашей стране. Председатель Совета ветеранов поселения Нина Манеля вспомнит первые дни войны. Тогда ей было всего четыре года, но эти страшные мгновения остались в её памяти навсегда. Времело всё, всё это самое. Они же ещё стреляли, запугивали людей, понимаете. Кто-то в подвалы лез, спрятался, ещё чего-то. Вот это было самое страшное. Никто не забыт и ничто не забыто, пока мы помним. Дмитрий Книгов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова